В краевом центре направлено в суд уголовное дело против водителя рейсового автобуса, по вине которого пассажир Део почти лишилась руки. ДТП случилось 26 декабря прошлого года на остановке Дорожная клиническая больница, ранним утром. Правда, для самого шофера ЧП осталось незамеченным. Мужчина остановил «семерку» лишь на следующей остановке, когда к нему подъехал автолюбитель и рассказал о случившемся. Первоначальная версия водителя заключалась в том, что пассажир забыла в салоне сумку и, побежав за своими вещами, оступившись, упала под колеса. Я так понял, что она выскочила, подскользнулась. А, вспомнила про сумку, что сумка осталась. Видать, метанулась опять, не знаю, и упала. В материалах дела первоначально имелись сведения от очевидцев, которые подтверждали, что женщина действительно поскользнулась. Однако после того, как полицейские выяснили, что свидетелями выступили родственники подозреваемого, их показания были поставлены под сомнение. И не зря. Впоследствии составлявшие фиктивное алиби шоферу люди от своих слов отказались. После следственного эксперимента вину пришлось признать и самому шоферу. Мужчина убеждал следователей, что не мог зажать дверью руку женщине, потому что с открытой дверью автобус бы не поехал. Якобы сработала бы автоматическая защита. Но этот довод был вдребезги разбит. Кроме того, шофер признался, что отъезжая от остановки, смотрел лишь в левое зеркало заднего вида и правый борт своей машины не наблюдал. В действительности оказалось, что женщина торопилась на работу и вскочила на подножку переполненного автобуса. Как только машина тронулась, потерпевшая все-таки решила выйти. Водитель автобуса начал движение от автобусной остановки, при этом, закрыв дверь салона автобуса, защемил руки пострадавшей. И после начала движения женщина, не удержавшись, упала на проезжую часть, и на нее был совершен наезд задним правым колесом указанного автобуса. Пострадавшей в тот же день сделали операцию. Руку удалось спасти лишь частично. Двигать ей женщина по-прежнему не может. Обвиняемому она намерена предъявить иск на возмещение морального и материального ущерба. Водителю грозит реальное заключение до двух лет лишения свободы. С места происшествия Валентин Борозняк, Анастасия Кузьмина и Виталий Векслер.